Идет ребенок в школу, сталкивается там с чем только не сталкивается, а еще проговорим, что ребенок идет в разные школы, и родители выбирают по разному роду критериям, в какую же бы школу им своего воцерковленного, хорошего сыночка или лапочку-дочку отдать. И все же, как не притягателен мир православных гимназий, лицеев и так далее, это на сегодня решительное меньшинство может там оказаться, о них можно отдельно будет поговорить, а большинство из нас отдаст своих детей в государственные школы, ну или какие-то неспецифические религиозные школы, так скажем. И там окажется, что дети наши в меньшинстве с точки зрения, ну если не православия, то по крайней мере воцерковленности, кажется, что решительно большая часть одноклассников по воскресеньям в храмы не ходят, энная там вообще в храме никогда не бывала, некоторые даже с иронией отнесутся, а там еще и мусульмане какие-то найдутся, вот да, в некотором количестве, ну а кому-то может даже двухстроительцы представители, достаточно экзотические, других традиционных религий, конфессий, они тоже иногда встречаются вот в наших школах, и возникнет такая полифоническая картина мира. А еще в этой картине мира кто-то начнет ругаться матом, возникнут рассказы о тех телесериалах и передачах, которые мы своим детям старались никак не демонстрировать, если вообще включаем дом-телевизор, будут принесены игры, газеты, журналы, которые мы бы тоже очень хотели, чтобы они видели лет на пять попозже, вот такого рода ситуация. А что делать? Во-первых, хорошо было бы ее осознать не 31 августа, перед началом первого класса. А каким-то образом благочестивому родителю, пусть эта мысль придет несколько раньше, и к этой встрече с действительностью, ну допустим, если дети наши не ходили в детский сад до того, нужно готовить своих чадушек, готовить через, ну как сказать, прививки к окружающей действительности. Через разговоры о том, что люди вокруг разные, что учитель такого рода авторитет, которого нужно слушаться с точки зрения дисциплины, но отнюдь не всегда будет прав, когда будет говорить о вопросах веры и каких-то взглядов твоих или родителей. Что иногда спорить нужно, а иногда достаточно твердо сказать своей позиции и отказаться от разговоров на те или иные темы. О том, что даже если над тобой будут смеяться, в среду и пятницу сосиску не нужно будет есть в школьной столовой, потому что это среда и пятница, и вот дома мама тебе соберет с собой, что можно будет взять, голодной ты не останешься, сосиску есть не будешь, это будет твоя верность Богу, в которую мы вместе верим. Твоё серьёзное испытание. Нужно просто стараться быть с ребёнком своим рядом, не бросить его, выплывет, не выплывет. Не самый лучший способ обучения плаванию. Конечно, многие выплывают, но кто-то может и утонуть в результате, или так наглотаться, что потом к воде никогда не подойдёт. А плыть сначала рядом, поддерживать, разговаривать с ребёнком, чтобы не получилось, что, как часто происходит, что сфера школьной жизни постепенно становится полузакрытой от родителей. Что-то там такое происходит, определённого рода информация доносится, но чем дальше, тем больше начинает фильтроваться. Постарайтесь остаться рядом со своими пошедшими в школу детьми. Тогда, глядишь, вы сможете им помочь. В отношении того, какой был личный пример нашего семейства, всегда не очень просто рассказывать, просто потому что тут либо надо тебя как-то хорошо говорить, либо публично каяться, и то, и другое странно. Но со старшими дочерьми мы были, в общем, молодые родители, и как многие тогдашние, хотя уже не неофиты, но старшая дочь у нас в 87-88 году родились, вот на грани перемен. Люди, вошедшие вместе с церковью в новую эпоху жизни, разделяли какие-то тогдашние не только надежды, но и иллюзии. И были несколько ригористами. Телевизора у нас тогда дома не было, книги читались, ну, Льюис была, пожалуй, самая либеральная книга, которая допускалась для детского учтения, и, впрочем, самая любимая. И так все было довольно строго. Что мы искали? Не то, что мы ограждали, но критерием выбора школы было нахождение первой учительницы. Вот мы тогда решали, что мы ищем не школу вообще, а ищем учительницу младших классов. И, по милости Божией, нашли такого человека, который был и хорошим профессионалом, и было, есть сейчас, вот тогда еще совсем молодая учительница, сейчас просто молодая, и православным по мировоззрению человеком. Может быть, на тот момент не слишком церковленным, но православным. И это все решал. Добрый, с уважением к вере относящийся человек, который старается быть хорошим в своем деле профессионалом, все решает. Мне кажется, тут не столько нужно ограждать, сколько попытаться найти добрую, добротную, искреннюю первую учительницу. Вот это же самое трудное время, первые три класса. Если в них эта адаптация произойдет, то дальше будет легче уже. Дальше какой-то иммунитет определенный выработается. Вы будете с двух сторон помогать. Не только вы дома, но и учительница в школе. Она будет по одну сторону баррикад с вашими детьми, и что очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...